Доброго времени суток, мои приятные молодые люди! Меня зовут Ильдар, и вы на канале Приятный Ильдар. Давно мы с вами не смотрели Давай Поженимся, реально уже, наверное, год прошел с того момента. И спасибо большое первому каналу за то, что они наснимали просто прекрасные выпуски с максимально отбитыми странными людьми. Сегодня у нас в выпуске будет женщина, которая просто обожает животных. И я, конечно же, имею в виду нашу природу и род человеческий. В общем, перед началом видео, конечно, покупайте мой мерч, мобильная группа. Осталось совсем мало худосов. Я вам напоминаю, сканируете QR-код, вводите номер заказа, попадаете со мной в закрытый чат, где мы с вами обсуждаем различные шпионские штучки. Ну и, конечно, я лично слежу за каждым, кто в этом чате. Ну, вы как бы такой вот приговор себе и подписываете. Ну, а мы без лишних слов начинаем смотреть. Елизавета, 37 лет. Чтобы стать участницей программы «Давай поженимся», ей пришлось несколько лет... Ей пришлось несколько лет сбегать из дурки, по-видимому. ...в ожиданиях отменить десятки свиданий и даже пойти на конфликт с креативным продюсером шоу. Она его утопила или что с ним случилось? Елизавета, ветеринарный консультант в зоомагазине. А я думал, Елизавета из тех самых людей, которая сидит с детьми, а родители потом смотрят на камеры видеонаблюдения и видят, как она просто мучает детей. Ее выражение лица говорит именно это. Живет в Москве вместе с четырьмя хорьками. Так она называет своих мужиков. Тремя черепахами и пятнадцатью... Это их дети. ...надцатью крысами. А это реально крысы. Четыре мужика, трое детей и пятнадцать крыс. Ну, глядя на ее рацион, действительно нужно чем-то увлекаться, потому что просто без каких-либо потусторонних вмешательств жить только на этом невозможно. Спит на кухне и признают только защищенный секс. Да, это мы уважаем. Молодец. Реакт на беременов 37 снимать я не буду. Спасибо тебе, Елизавета. Елизавета никогда не обратит внимания на лысеющего матершинника с длинными волосами и аллергии на животных. Объективистка получается, что это ей лысые мужики не угодили чем. А если человек хороший, что это такое? Выйдет замуж за здорового, щедрого, обладателя недвижимости, который с уважением от них... Который также сбежал недавно из дурки. Сосы к ее необычному режиму сна. Здрасте. Добрый день. Все даже... А, красиво. Что-то намечается. Красивая девушка. Комната жениха Петра. Я сначала прочитал Петра. Думаю, что может быть это женщина, которая пол поменяла? Ну вот, в комнате сидит мужик с резиновым гусем. Это ли не прекрасно? Красивая шляпка и такой замечательный милый хоречек. Я даже не могу представить, что за многолетний тернистый путь вы прошли, чтобы сегодня сидеть вот на этом самом месте. Да она просто пешком из Владивостока шла, понимаешь, поэтому так долго. Но получилось так, что редактор Петр нашел меня... Нашел меня в питомнике. Я какое-то время думала, что я тоже хорек. Я жила вместе с ними. Он меня дал в специализированное учреждение, где сказали все-таки, что я крыса, а не хорек. Все нормально. В социальных сетях предложил сняться в программе. Так вот, как они находят этих чеканутых. Я пришла на собеседование в Останкино вот с этим же хорьком. Все сразу подумали, абсолютно нормальная женщина, конечно, нам такие на телепередаче нужны. Час мы проводили собеседование с Екатериной, помощницей руководителя или кого-то. Или кого-то. С креативным продюсером. Мне кажется, помощница продюсера была, такая темненькая девушка. Красивая, с длинными волосами. Да, можно сказать. На меня в молодости похожа, с синими глазами. Да. Да, это креативный продюсер. Да, Елизавета, конечно, очень интересная девушка. Наряд у нее такой прям эксцентричный, я бы сказал. То есть тебя смутил только наряд. А хорек у нее в руках тебя не смутил. Она пришла на передачу искать себе мужика с хорьком. Когда ей сказали взять на передачу друзей для того, чтобы они помогли ей оценить женихов, она решила взять хорька. А может быть, с помощью хорька она сразу определит среди этих женихов змею? Очень мне нравятся ее питомцы. Вот хорек очень забавный. А в голове у чувака, господи, она же просто сумасшедшая. Зачем я? Я кто? Что я? Зачем я сюда пришел? Продюсер сказала, что все хорошо. Через неделю мы вас снимем. Потом через две недели. Потом сказали, что еще какой-то продюсер услышал мою монотонную речь. Ну, немножко такая, наверное, монотонная. Ну, и вы прямо дошли до конфликта. Ну, не то, что конфликт, я просто записала видеообращение. Продюсер просто в определенный момент времени подумал, ну, наверное, не настолько нам отбитые люди нужны в передачу, поэтому наверняка мы еще потерпим, поищем кого-нибудь другого. Нам нравятся эксцентричные, очень странные люди, но она слишком спокойная, и, возможно, она просто в студию пронесла с собой какой-нибудь Макаров. Никто не знает, что от нее ждать. Также выложил его в соцсетях. Добрый день, уважаемый продюсер телешоу «Давай поженимся». Добрый. Рекомендую вам более объективно оценивать кандидатов, приходящих на съемки. На мой взгляд, когда вы забежали в течение двух минут, мне вы тоже показались очень тухловаты. Я тоже как Илья. Мне нравится, как она начала метать стрелки. Знаете, я вот пришла на передачу, а вы тухловатые продюсеры, вы мне тоже не нравитесь. Я не хочу сниматься, поэтому я записываю это обиженное видео. Елизавета хотел попасть на передачу, и моя мечта осуществилась. И вот я здесь сижу и мечтаю встретить именно такую девушку, как Елизавета. А также мечтаю закончить четвертый класс. Если продюсеру я не подхожу в силу монотонности какой-то, там может быть первое впечатление спокойства и моего характера. Вы не волнуйтесь, вы не волнуйтесь. На передаче я зажгу. В прямом смысле я купила себе огнемет Илона Маска и приду с ним. Такого перформанса вы еще точно не видели, поэтому успокойтесь. А какой-то может быть интеллигентной подачи, отсутствие базара. Интеллигентной подачи, отсутствие базара. Отсутствие криков каких-то там. Это все будет, не переживайте. Обильные краски, обильного макияжа. Может быть действительно стоит свое внимание уделить шоу более интеллектуальным. У вас на передаче, насколько я мелькому... Да, ведь давай поженимся, это самое интеллектуальное шоу на планете. Это как что, где, когда. Это как своя игра. Это как кто хочет стать миллионером. Давай поженимся, то же самое. Итак, вопрос на миллион. Кто из этих женихов самый не поехавший? Правильный ответ. Все максимально поехавшие. Опустили, получается, розочку нашу. А вторая женщина вообще, в принципе, и не нужна. Насчет знака Скорпион, рожденных 31 октября. Я обожаю, как некоторые люди свой ебутый характер связывают со знаками Зодиака. Ой, так Чикатило Скорпионом был. Он родился в ретрохрадной Меркурии. Так понятно, почему он столько людей на тот свет отправил. Конечно, любой бы человек, который Скорпионом в это время родился в ретрохрадной Меркурии, всех бы отправлял. Тут ничего удивительного. Это понятно все. У Скорпионов есть специфика. Быть до... Быть странными. Первое впечатление очень спокойное, ровное. Также было проведено животное, которое вы почему-то не соизволили посмотреть. И после прививки нужно было ехать на другой конец Москвы для животного. Она сказала, было привезено животное, которое вы не соизволили посмотреть. Надо было ехать на другой конец Москвы для того, чтобы сделать... Что, ветеринарная клиника, по-твоему? Там людей, поехавших, сводят. Давай поженимся. Самые странные люди встречаются с самыми странными людьми. Что ты хотела? Это довольно-таки стресс. Желаю уважаемому продюсеру... Сгореть в аду. Хорошего дня. Хорошего дня. Доброго настроения. И, как уже говорилось, фыша... Сгореть в аду. А, более объективно и более долго отсматривать кандидатов. Да. Обидели ее, конечно, максимально. Но она, видать, вас испугалась. Нет, это точно совершенно. Во-первых, вы сидите и не на месте претендентки, а на месте героини. Она вот такая немножечко трусоватая. Да, удивительно. Она такая интеллигентная, но в то же время скандальная такая. Я не удивлюсь, если у мужика там небольшая эрекция произошла. Этот гусь сидит прямо на причиндале. Зачем он пришел с гусем? Девушка, девушка... Мне кажется, загадка. Кстати, милочка, вот я та самая вторая женщина. А тут, видите, уже Розу обидели. Которая здесь сидит. Роза, она взрослая женщина. На что обижаться? На какую-то странную девчонку? И зовут меня Роза Сибитова. О-о-о. И если вы три года пытались попасть в нашу программу, наверное, вы могли бы все-таки выучить мое имя, фамилию. Роза, я открою тебе секрет. Не все в этом мире смотрят «Давай поженимся». Даже я и мои подписчики без обзора, я уверен, тоже не смотрят это. Ну, кто-то смотрит все равно, конечно. Но большинство точно нет. Поэтому обижаться на то, что тебя кто-то не знает, это очень глупо. И по-детски. А вот вашего любимого астролога, к сожалению... Заревновало. Ой, Розочка, вообще задели тебя. Сегодня нет. А почему? Поэтому... Почему? Я тут... Мне быть покачано. Очень жаль. Я с 13 лет, знаете, как эти гороскопы начала составлять. Согласитесь, очень смешно наблюдать, как взрослая женщина обижается на то, что ее не знают. Мама, не горюй. Ларис, позволишь мне гороскопик? Сама составляла. Можно? Боже мой, ты каждый день новыми красками сияешь. А как же, Роза? Тут у нас, как говорится, батоны на нас крошат, как говорится, это, это. Роза, если тебя так задевает, что тебя вокруг не узнают люди, я предлагаю тебе ходить по городу просто и раздавать листоки. Типа, смотрите, я Роза Сибитова. Я одна из ведущих телепередачи «Давай поженимся». Пожалуйста, знайте меня. Занимайся прямыми продажами тогда, чтобы каждый человек на планете тебя знал. Немножко офф-топик, буквально на минутку, послушайте. Очень интересная история. В прошлом году я был в Монако. В этом году я был на Мальдивах, в прошлом Монако. В общем, и нас привезла русская медиагруппа на фестиваль русской музыки, где мы тусовались, веселились, там была куча блогеров. Также там были различные русские звезды, там типа Дима Билан выступал, там Яна Рудковская, ну и много других. И в общем, в нашем лаунже, рядом с нами, с блогерской этой тусовочкой, находился также этот звездный лаунж, и там сидела Ирина Дубцова. Тем, кому за 85, должны помнить так же, как и я ее, она на фабрике звезд была, встречалась, точнее, была замужем за солистом из группы Плазма. И, получается, мы с ребятами тусуемся, веселимся. Я смотрю, там в звездном лаунже тусуется Лев Шагинян. И мы что-то там танцевали как-то странно под песню, и он начал нас поддерживать и также странно танцевать. И я взял камеру и начал снимать льва. Но прикол в том, что камера проходила ровно над головой Иры Дубцовой. И она подумала, что я ее снимаю. И она сделала такой вид, типа, ну, начала махать рукой, типа, нет, не надо меня снимать. Ну, понимаете, она подумала, что я ее снимаю из потешка звезду. Я подошел к ней и говорю, Ирина, извините, если вы подумали, что я вас снимаю, но вы никому не нужны. Я снимаю льва своего друга, поэтому все хорошо. Хорошо, отдыхайте, все нормально. Возможно, вас помнит только ваш муж. В общем, когда звезды, знаете, в какое-то забвение уходят, они еще больше нуждаются во внимании. Вот то же самое и с Розой Сибитовой, походу. Даже блеснуть, так можно к астрологу записаться на консультацию. А у нее денег таких нет, понимаешь? Это все платно. А ты откуда знаешь-то? А ты откуда знаешь денег таких-то нет? Все, она сейчас ее будет душить всю передачу. Здесь как бы... Ну, одень, бесплатно, Сашару. Так, ладно, значит, так. Гороскоп. Вы женщина-скорпион. Вам нужно готовиться к самому напряженному месяцу в году. В силу того, что это роковая особа, и так своим приходом будоражит всех и вся, не рекомендую излишне питать вам свою жажду ощущений. Мужчины, попавшиеся в ее сети, рискуют разориться или довести себя до самоубийства. Ну, вообще, на самом деле, неудивительно. Знаешь, ты приходишь к девочке домой, а у нее там 15 крыс, 4 хорька, еще кто-то живет. Не ты себя до самоубийства доведешь, так эти животные тебя сожрут ночью. Я не люблю женщин таких вот. Не люблю женщин. Я люблю девочек. Ну, жестких, люблю мягких. А к тебе надо на шоу, я соромлюсь своего тела, там, где, знаешь, 400-килограммовые женщины приходят. Они реально мягкие. Чтобы они понимали во всем, чтобы они имели какой-то вот свой Эрмитаж, чтобы у них было все. Они имели свой Эрмитаж, тебе Екатерина вторая нужна, походу. На самом деле, что вот она серьезная и любит, и... Ну, она как раз и мягкая. Хочет, вот. Ну... Я не знаю, насколько корректно будет шутить над этим челом, потому что он явно немножко недалекий, но так как это обзор, то шутить мы, конечно, все равно будем. Поэтому прости, мужичок. Миленькая, вот после того, как я все это проанализировала и составила, как говорится, ну уж не знаю, как вас пристраивать-то. Даже я боюсь. По собачьей пристрой. Ха-ха-ха, она же любит животных. Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте. Меня зовут Петр. Состоянного имбецила. Одна с харьком, другой с гусем. Суткой какой. Ха-ха-ха-ха. Биба и Боба. Два, сами знаете кого. Это моя Стефания. Я думаю, мы подружимся вместе с вашей мохнаткой. Ха-ха-ха-ха. Ой, блин, у меня сейчас инсульт будет. И она такая, господи, я реально забыла побрить вчера вечером. Как он понял? А, волосы вылазил прямо из-под юбки. Господи, боже мой. Ну, хорошо, что ему волосатые нравятся. Ой, прекрасно. Она у вас искусственная, натуральная? Ну, искусственная, ну да. Ха-ха-ха. Очень приятно. Очень приятно. Слава богу, искусственная, потому что очередное одушевленное животное я у себя в доме не смогу вынести. Можно вашу руку? У вас хорошая линия ума. И отличная линия биболярки. А, длинная линия жизни. Вот это знакомство, да? Ты пришел с резиновой уткой, к тебе пришли с настоящим хорьком. Сразу линию жизни посмотрели. Ты еще его вот так вот попроси сделать, чтобы узнать размер члена. А у меня это сейчас радует. Петр, 45 лет, веб-программист в интернет-магазине, живет в Санкт-Петербурге, увлекается астрологией, мечтает поохотиться на медведя, гордится тем, что в социальной сети... На резинового только, наверное, если... Ну, мне кажется, вот именно такие мужики, знаете, подходят к детскому саду, подзывают девочек и дают им конфеты и просят, не знаю, сфотографироваться с ним. Расставание с невероятно раскрепощенной девушкой было для Петра настолько болезненным, что ни одному стрельки с клуба было не под силу залечить его душевные раны. Надеется, что Елизавета вновь разбудит в нем ненасытного тигра. Да, ну, так и есть. Вот если говорить про социальные сессии, вы говорите, да, там я добавляю только женщин. Ну, это однозначно. Да, именно об этом стоит говорить на первом свидании. Привет, привет. Ты красивый и ты классный. Какое у тебя хобби? А ты знаешь, у меня 4,5 тысячи женщин в друзьях, я только с женщинами общаюсь, в принципе, и все. А, понятно, спасибо. Ну, ты хороший мужик. И, вернее, скорее всего, раньше я добавлял всех. Теперь я добавляю только из Москвы и Санкт-Петербурга. Он нормальный такой. Жених-то неплохой. Мне кажется, Евгению просто понравились его игрушки, потому что он, ну, четвертый класс, когда закончит, тогда, наверное, и подрослеет. Конкурент-то он бы не подошел. А че это у вас вот эта штучка-то резиновая? Это моя резиновая штучка. Это... И такой, ну, презерватив называется. Я его всегда ношу на себе. Девушка же любит защищенный секс. Так вот, всегда при мне. Я Стефания, моя подружка. Утка. Утка. Ну, вообще-то... Вообще, это гусь, на самом-то деле. А. Гусыня. А вы пришли с гусем, чтобы что? Что? Ну, чтобы... Взяли самое дорогое с собой? Нет, ну, это не самое дорогое, но тоже оно стоит денег. Мужик, ну... Я говорю, у них просто сборище каких-то шизофреников. Чел привез с собой резинового гуся. Зачем вы принесли? Ну, он стоит денег. 45 лет, ты с резиновой уткой выперся на свидание, ну, без шансов. Что же у вас там была за королева ночи на выдумке гора? Почему нам не рассказали, зачем он взял гуся? Затейница такая, прямо интересная. Может, он просто втайне его там где-то реально прет? Ну, как бы... Может, он реально где-то втайне прет? На эксперименты щедра. Ну, я вам так скажу, что, конечно, подробности я не могу сказать. Да ладно, у нас можно. Ну, видите, зубов-то не осталось после моей девочки. Вагинка-то у нее тоже такая интересная. Вот там зубы и остались. Раскребать пришлось. Нет. Ну, в общем, чертах, это девушка, которая, честно сказать, она перевернула всю мою жизнь. Я на самом деле так Ларисе Гузеевой завидую. Вот она же тролль 605 уровня. И к ней каждый раз приходят какие-то отбитые челы. И она внутри просто, ну, видно, как она орет с них, с каждого. И вот это, знаете, ее внутреннее желание кого-то потроллить, саркастично пошутить как-то. На этой передаче оно просто идеально воплощается в жизнь. Сексуально имеется в виду? Ну, вообще всю. Можно я буду вторым ведущим? Просто это великолепно, реально. Ты сидишь просто с каменным лицом и задаешь какие-то тупые вопросы очень странным людям. И они всерьез их воспринимают. Это прекрасно, это великолепно. Я переехал из нее в Питер, я влюбился... Откуда? Из Самарской области. Ну, из Самарской области даже котмороженный поедешь в Питер. А чем покорила-то? Девушка покорила меня сексуальностью и человечностью. И вот эти два... Она была похожа на человека, на женщину, на такую сексуальную. Просто раньше у меня секс только с резиновыми утками был. А она тут на человека похожа. На самом деле, это был такой гусь генно-модифицированный, который больше на человека был похож. Поэтому как-то так вот все и вышло. Качество, которое на самом-то деле... У него было, наверное, написано «Откуси меня», да? Да, очень красивая девушка. По отношению он очень такой милый. По отношению он очень такой понятливый. А в жизни-то какой он? Наверное, это один из солистов группы Стекловата, я так понимаю. Потому что голос очень подходит. Либо внебрачный сын Юры Шатунова и Дмитрия Маликова. Не, ну он, конечно, старый. Мне кажется, все-таки я помоложе, я ей такое устрою. Секс-марафон. Что мы имеем в сухом остатке? Чувак, который не закончил четвертый класс. Чел, который любит веселиться с резиновой уткой. И лысеющий ловелас. Я думаю, не все подходят для этой женщины. На самом деле, я не удивлюсь, если она просто выведет в конце всех троих и скажет «Я буду с ними жить». Она в жизни его не забудит. А этот как-то староват, я думаю, для нее. Особенно эта утка. Но это, конечно, трэш полный. Почему расстались? Расстались, расстались, потому что мама ее не захотела со мной как бы... Расстались, потому что мама не захотела присоединяться к нашим брачным играм. Я много раз предлагал, я говорил, давайте, Надежда Семеновна. Я тут и поперсы купил, у нас и вакуумные помпы есть, все как надо. Мы вас возбудим, даже если вы не хотите. Но как-то вот не пошло. Чтобы она продолжала отношения. Это все было мама. Скажите, а почему, когда расстались, спасение стали искать в объятиях стриптизерш? Почему побежали в стриптиз-клуб? Нет, это вообще, честно сказать, случайность была, потому что просто рядом с домом, у меня там, где сейчас живу, был мужской клуб. Первый раз, когда я пришел туда, я все это воспринял за чистую монету. Понимаете? Но все-таки как бы наивная такая душа. В смысле, что на за чистую монету? Ну, все вот эти вот женские приставания и все вот это вот... То есть вам казалось, что пристают, потому что вы хороши. Да, потому что я очень... А это работа, знаешь, такая у девочек, обхаживать себя со всех сторон и делать тебя лучшим мужчиной на земле для того, чтобы ты просто сыпал в нее деньги. А когда дело уже доходит до дела, ой, извини, охранник, подойдите, пожалуйста, сюда, вы видите этого буйного молодого человека. Не, реально, стриптиз-клубы, это просто худшее. Замечательное, очень хорошее. То есть вы не понимаете, что им нужны деньги в трусе, да? Я вообще не понимаю, да. А вы к ним с конфетами, с шоколадками, с цветами? Да, 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 да. Представляете, какой наивный человек. Что-то мне прям не верится в это. Может быть, он что-то скрывает или врет. Мне кажется, что это неправда. Вы еще говорите, чтобы их самооценку поднять, да? Вам казалось, что... Этот чел, как знаете, из фильма «Сорокалетний девственник». Типа, пришел в стрип-клуб и подумал, что здесь все девушки работают только для него. Скажите, а приват заказывали, честно? Да, приват заказывал. Мне совершенно... Я тоже как-то приват заказывал, да. Мне понравился, делать там совершенно нечего. А ходите вот для того, что... Я могу сказать, почему делать там совершенно нечего. Но это уже совершенно другая история. Я как-то обещал вам, кстати, рассказать, как я сходил в стрип-клуб. Давайте так, если вот 100 тысяч лайков соберем на этом видео, я вам расскажу, как я сходил в стрип-клуб. Это просто отличная история. Чтобы что? Ну, для того, что, честно сказать, просто провести время, да, и пообщаться. Обычно я... Да, конечно, где еще пообщаться, как не в стрип-клубе? С сиськами вот так вот будешь истории свои рассказывать. На тебя садится девочка голая, ты такой, ну привет, сиськи, как дела? Я беру девушку просто на общение, я там ей наговорю всяких комплиментов. Ой, какой благородный человек, Петя. И конфетки носите, да? Да, по-разному конфетки. А много тратите ты на... Да, совершенно немного. Плюс, к всему прочему, я еще люблю майки разные, порнографические одеть, такие, с приколами. Хожу туда там тоже. А зачем? Что значит майка порнографическая с приколом? У тебя соски здесь вырезаны, знаешь, такой, идешь по улице с гусем, здесь вырезаны соски. Я бы на месте прохожих все-таки, наверное, вызвал бы какую-то специальную скорую помощь для того, чтобы Петю отвезли в дурку. Это как бы меня веселит. Приват — это, наверное, попури. Попури вот этих всех танцев, которые существуют в нашем мире. Приват, братан, это когда ты заходишь один на один с женщиной в темную комнату, она полностью раздевается и начинает различными своими местами водить по тебе. Ты начинаешь возбуждаться и даешь деньги, и ты думаешь, что это к чему-то приведет, но ни к чему это никогда не приведет. А так я вот это думаю. Я думаю, что это попури. Братан, ты когда подрастешь, там, за гаражи начнешь с одноклассниками ходить курить, они тебе там расскажут про порнуху какую-нибудь, про фильмы какие-то для взрослых, и ты все поймешь. Смотрите, где вы, Петр, и где Елизавета со своими домашними питомцами? Сама добродетель. А у него что? У него трехкомнатная квартира. Откуда? На всех хватит. В Сызране у него. Правильно? Да. Всем лилискиным крысам будет даже вот. Сызране. Интересное название города. Надо почитать, откуда оно пошло. Мне очень нравится невеста, и я хочу, чтобы она была именно вот с квартирой. Слушайте, ну респект чуваку за прямоту. Я тоже мечтаю о девушке с квартирой, с машиной, хотя бы с Porsche Panamera какой-нибудь. Чтобы у нее был свой бизнес. А еще, чтобы она была молодая и красивая, добрая, чуткая, милая. Вот такую хочу. И чтобы умная была. Из шуток моих всех смеялась. Вот такую хочу. Чтобы у нас с ней что-то в жизни было. Чувак приходит на свидание. Привет. Привет. Я хочу найти девушку, с которой у нас в жизни было бы хоть что-то. Скажи, у тебя есть квартира, машина? Да, у меня все это есть. Вот и отлично. Значит, и у меня это тоже уже есть. Чтобы мы встретились, пообщались, и там у нас это все как... Было все по-серьезному. Естественно. Девушка, у которой есть Porsche Panamera, своя квартира, деньги. Она вообще вся такая красивая. Если ты со мной, значит это тоже уже все мое. Ты уж как бы извини. Ну, вот так получается. Вот такая вот логика у нас. Петр, вам не очень подойдет Елизавета. Объясняю, почему. Ну, потому что она как бы на территории, Елизавета. А зачем вы их привели друг к другу? Два странных фрика. Столкнуть их лоб в лоб. И посмотреть на конфликт. Ты бросаешь в нее резинового гуся. Она бросает в тебя своего харька. Это просто бои без правил. Ну, давай поженимся. Представляете, вы дома не в халате, а голый ходите, а у нее харьки бегают. Да, это будет. Так что можно точно чего-то лишиться. Да. Возможно. Это опасно для здоровья. Я считаю, что питомцы отношением не помеха. И всегда можно найти... Мне кажется, у чувака уже давно не было секса. Он просто хочет хоть кого-нибудь уже завалить. Вообще язык с девушкой. Покажите сюрприз. Да, но только мне нужно переодеться. А мы вас подождем. Хорошо. Я надеюсь, он сейчас наденет свою маечку. А если вам мужская отлично, давай вот, ну, оставим парочку. А из других хороший, красивый сделаем воротничок. Кстати, да, почему бы и нет. Наша героиня просто прекрасна. У нее и квартира есть получается, и шубы ей не надо уже покупать. Просто сшить самому. Ты какая хитрюга пришла, а? Все послужили. Значит, дайте ей жене мужа, от которого я через два года рожу ребеночка. Расписываться я с ним не буду. Фиг ли? А может, он еще разорится, а мне государство больше даст. Какая умная! А мы посмотрим, как будут развиваться отношения. Никак будет развиваться события. Мы тут замуж водоем и женим. А не подбираем донора для твоего будущего ребенка, как матери-одиночки. Вы видите, что происходит с Розой? У нее сейчас сердечный приступ будет. Вот ее один раз не узнаешь, и все. Женщину просто несет непонятно куда. Девочка правильно говорит. Ей надо посмотреть, что за человечек. Пообщаться туда-сюда. Она такая, нет! Ты выйдешь замуж в этой студии! И без штампа в паспорте ты вообще даже ногой не двинешь отсюда. Я надеюсь, что у меня все с ней получится. И жизнь у нас будет полная, активная. И что в нашей жизни все будет хорошо. Вингардиум Левиоса. Авада Кедавра. Дай бог. Ой, боже мой. Чел оделся в макароны? Что это? Жилось привольно лешему, Наслау погулял. Ни конному, ни пешему Прохода не давал. Ну, мне кажется, это антиреклама роллтона. Посмотрите, если будете много жрать эти макароны, Вот во что превратитесь. Ну, в Питер... Ну, в Питер город я приехал. И забыл я в конце слова. Ну, и ничего страшного. Сейчас будет. Припев. Есть небольшой вопрос к этому молодому человеку. А что в голове? Я, знаете, хотел бы спросить у этого парня, Как можно вообще, в принципе, дойти до такого, Надеть на себя сено, Не умея петь, начать петь. Но он пришел с гусем в студию, Поэтому вопросов, как бы, и нет особо. Сниму. Я не могу. Челы уже подмышки все мокрые, Поэтому пиджак надо носить, чувак. Че там пролешево? Ля-ля-ля-ля. 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 Аааа, уровень криджа зашкаливает. Ой-ой-ой-ой. Давно не было такого. Браво. Спасибо, развеселил. Спасибо. Проходите. Че-то ты... Можете, кстати, вот на этой тоже урочке спать. На кухне растерил. Сенцо такое, да? Все сено, соломы. И поспал. Вот, ну, кстати, у тебя хороший дизайнерский... Я серьезно говорю, по окончанию каждой из передач Давай поженимся, Где-то за дверьми должна стоять уже специальная служба, Какие-то врачи, которые будут брать этих людей на обследование. Потому что, ну, они же существуют, реально. Вот они есть. Чел ходит с гусем резиновым. В сене поет песни. Женщина там 15 хорьков дома держит каких-то. Что это такое? Степаночка, как тебе, Лиза? Понравилось? Мне очень много всяких зверюшек. Ну, знакомьтесь со вторым женихом. Теперь я даже не сомневаюсь, Что у него там из сена что-то торчит, И эта утка сидит именно на этой штучке. Реально такое ощущение, Будто бы этого пацана мама собирала, Ну, давай поженимся. Я надеюсь, он в этой коробочке принес змею для хорька. Хотя, знаете, судя по развитию этого молодого человека, Он мог и принести там, знаете, свою крайнюю плоть. Я хранил это всю свою жизнь. И дарю тебе. Можешь даже хорьку скормить. Здравствуйте, Елизавета. Меня зовут Евгений. Их специально выбирали по отсутствию зубов. Все челы без зубов просто приходят. Мама собирала на программу... Как я угадал! С иголочки. Именно поэтому я приготовил вам... Такая рубашечка с отливом классическая. Вот когда в 2009 году выпускался из школы, Вот у нас у ребят у всех такие были. Ну, я был в итальянском костюме. В итальянской рубашечке. Все тоже с иголочки было. С французскими косичками. Самый свежий в школе. Как же я люблю выпендриваться. Сюрприз. И желаю, что наши отношения, Они будут серьезными. Это вам подарок. Благодарю. Можно вашу руку? Нет, нет. Стороны. Ладошку. У вас интересная линия любви И долгие годы жизни. Мне очень неловко. Евгений, 32 года. Дворник. Ну, уже где-то работает. Уже неплохо. Живет в городе Кинишма. Увлекается вышиванием бисером. Любит творчество Надежды Кадышевой И Стаса Михайлова. Ну, с ним точно что-то не все в порядке. Мечтает прокатиться на теплоходе. Предупреждает, что не ест лук. Гордится тем, что хранит... Предупреждает, что не ест лук. Видимо, знаете, у него реально какой-то Луковый инцидент случился в жизни. У него была девушка, которая приготовила ему на обед один лук. Целомудренность. Серьезных отношений Евгению так и не удалось построить. Невинные прогулки по городу, шоколадки и цветы. Весь опыт его отношений на сегодняшний день. Надеется, Елизавета научит его всем премудростям любовных отношений. Ну, я не думаю просто, что нормальным женщинам, девушкам нравятся не такие странные, заторможенные люди. Здравствуйте. Сувениры. Спасибо. Ну, сразу видно, да, что мама собиралась точно с иголочки одет. А почему дальше шоколада к делу не идет? Как считаете? Ну, у меня было много испытаний. Ну, как бы девушек было много. Такое было внимание к девушкам, пригласить там куда-то, сходить. Но она как бы меня вот игнорировала. Скажите, а вы с мамой живете? Да, живу с мамой. Мама на вас сильное влияние имеет, да? Нет, она не против. Она даже, когда ехала на передачу, она была только за. Она думала, наконец-то я своего маленького пирожочка хоть кому-то отдам, потому что уже невозможно жить с 30-летним мужиком, за которым приходится подтирать жопу. Заберите его, пожалуйста, делайте вместо меня это. А отец присутствовал в вашей жизни? Отца не было. Мама воспитывала троих детей одна. Батюшки, жених-то какой хороший. А, так он, видите, постановочку сделал просто. Просто театральную. Гусь, сено, типа гусь в поле. Ну, креативный человек, что сказать. Сразу видно деревенский парень. Еще тот молодчик хороший-хороший. Ну, вы с мамой в каких отношениях? Ну, бывает, вот у меня, знаете, вот я прихожу, например, забываю обувь поставить, например, на полке. Вот, начиная вот... Ну, он реально как ребенок еще совсем. А вы деньги маме отдаете? Ну, я не все отдаю. Я зарабатываю 11 тысяч, дворник. Вот, ну, пенсию у меня 13 тысяч. А сколько себе оставляете? Сколько вам? 8 тысяч. Оставляете, да? Я вот ездил в Питер недавно, вот, в 19-м году. Вы купите, копить умеете? Какой молодец. Чувак, на самом деле, нездоров, но молодец, что работает, получает какие-то деньги, маме помогает. Что еще сказать? А вот цель была, вот, съездить в Москву, например, я попала именно туда, куда я хотел. Вот. Потом я, вот в том году, вот, в Питер ездил, путевка стала 17 400. Я в кредит ее брал, ну... О, боже мой. Когда, знаете, слушаешь, типа, чувак, кредит брал, путевку в какой-то там санаторий или куда. 17 400 рублей. Боже мой, сколько это? 220 долларов. У нас в Беларуси люди столько же получают, даже меньше иногда. Выплатил. Ну, так вот везде. Я люблю путешествовать. Скажите, а мамы... С такой зарплатой ты сможешь путешествовать только вот у себя там в пятерочку на районе за кефиром. Маме 62. Я думаю, что Лиза точно его не согласится делить, раз он такой маменькин сынок, ну, 40-летний, что... Он просто немного странный, отсталый, ну, такой родился. Все-таки они не смогут конкурировать. Ну, естественно, у вас дурных привычек, не пьете, не курите. Нет, я не курю, не пью. А как насчет вот такого количества животных? Ну, я мечтаю уехать в Москву. Забери меня, пожалуйста, к себе. Нет, имеется в виду животных. Я про невесту, то что... Как вам столько животных? Я мечтаю уехать в Москву. Знаете, я люблю посмотреть на зоопарк, на животных разных, а в Москве там хоть отбавляй. А, у нее шляпа хорошая, у нее хорошие... Как вам животные невесты? У нее хорошая шляпа. Платье. У нее сама вот эта вся структура, манера, все вот это... Нравится, да? А то, что у нее такое количество животных дома. А то, что характер... Характер... Вы меня не слышите, да? Да, да, вообще просто чел. Так, смотрите, животные мне не интересуют. Я буду просто делать комплименты женщине. Слышу, слышу про животных. Такое количество животных у нее дома. Ну, я к животным-то, я вот... Лучше бы завести одну кошечку или собачку. Но я считаю, таких животных лучше не заводить. У нее огромные, как и крысы, и... Счел вообще просто где-то на свою планету улетел, сам с собой разговаривает. Просто без разницы, что ему говорят окружающие. Я считаю, их надо ликвидировать. Ну, не то, что убить, там, отдать просто. Я считаю, надо ликвидировать. Ой, боже мой. Хорошие рубки. Ну, а вы детей хотите? Хочу. Хочу. Но если бы у нее были и дети какие-то другие, я бы их тоже ликвидировал. Чтоб у меня был свой ребенок. Да. Женечка, я даже не представляю, что у них может родиться вот у этой женщины, у этого чьего. Это что, это будет? Пожите сюрприз. Мне кажется, что в качестве сюрприза будет какой-нибудь подарок от мамули. Может, там, какие-нибудь котики, там, она сшила котиков, там, или, может, какие-нибудь картинки, там. Сейчас мы на тебя посмотрим, ловелас. Чашечки, там, с котиками. Это Стас Михайлов. С тобою повстречались мы. Родная шляпка. Ой, боже мой, боже мой, боже мой. Женщина моя. То ли на радость, то ли на виду. На виду! Рассветы и туманы для тебя. Моря и океаны для тебя. Цветочные поляны для тебя. Рассветы и туманы для тебя. Моря и океаны для тебя. Я не знаю слов. Для тебя. О, боже мой. Я под солнцем для тебя. Спасибо. Вы же знаете, когда люди умирают, они, естественно, попадают либо в свой персонализированный рай, либо в свой персонализированный ад. Так вот, если я попаду в ад, а скорее всего я туда попаду, он будет выглядеть именно так. Я буду сидеть на месте жениха, значит, и бесконечно просто какие-то бездарные люди будут петь песни. Это будет выглядеть именно так. Спасибо вам огромное, маме спасибо и благодарность за такие кружки, и стоило ли тратиться. Проходите. Ладно, на самом деле, что хочешь сказать. Чувак отсталый, и как бы с него взятки гладкие. Ну, молодец, постарался, что-то сделал, вышел, спел песенку, работает, старается как-то, социализируется. Ну, то есть, типа, вообще к нему вопросов нету. В свою комнату. А вы это на Стаса Михайлова, да, похоже? А-а-а-а. Я уверен, что я точно смогу удивить Лизу, потому что я затомлю всех точно этих женихов. Я уже выпил три пачки Виагры. Я думаю, я удивлю всех. Невеста мне очень понравилась. Очень. И шляпа. Шляпа понравилась. Мы будем пасочки с ней делать, формочки всякие. Привет, Лиза, меня зовут Роман. Меня часто называют отцом драконов. Я надеюсь, что ты станешь нашей матерью драконов. Очень приятно. Очень приятно. Вот такой вот я мальчишка. Видишь, какой я классненький. Приятно. Можно вашу руку? Да. У вас интересная линия любви и длинная линия ума. Линия жизни у вас примерно вот такая. Умрете от инсульта, но ум у вас достаточно длинный. Роман, 30 лет, Бористо, живет в Санкт-Петербурге вместе с двумя ящерицами, а также содержит их корм сверчков, гусениц и тараканов. Ведет блог о своих питомцах и называет себя заядлым театралом. Гордится тем, что спас бездомного щенка. Ну, объективно, на фоне остальных двух женихов он самый адекватный здесь. Мечтает попасть на карнавал в Рио-де-Жанейро. Возлюбленная Романа не разделяла его любви к рептилиям, а он, в свою очередь, не хотел выслушивать ее ревностные истерики. Надеюсь... Он занимался каким-то непотребством с рептилиями. Что Елизавета станет его единомышленницей. Отлично. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну жених вообще красавчик, да. Тут мне ловить нечего. Я и моя уверенность в себе, когда я хочу познакомиться с какой-нибудь девочкой. Да, ну жених вообще красавчик, да. Тут мне ловить нечего. Да, повезло ему. И, конечно, ну что... Мужчина-разлучник. А что ему повезло? Что он не урод? Скажите, а чем мне угодили ящерицы вашей избранницы? Ну, как бы мне это не мешало. Видимо, ей это мешало как-то. Потому что даже я у нее когда-то просил, чтобы она покормила, позаботилась о них. Она даже этого не делала. Потому что она говорит, что это... Ну, мне кажется, ящерицы это вообще такие безобидные существа. Типа, они просто там в своем террариуме живут. Ты им там тараканов сыпешь, да и все. Прикольно, по-моему. Противно для нее. Это правда? Это стереотип. Глупый стереотип, знаешь, что... Она думала, что они какие-то противные, мерзкие животные. На самом деле, это очень хорошие животные. Они не агрессивные. Для вас? Ну, для меня. Гусеницы и тараканы? Ну, а чем их еще кормить? Они же другое-то не едят. Насчет гусениц я отношусь... Я отношусь к гусеницам нормально. Хорошие существа. У меня вот в гусенице во дворе живет Наталья Аркадьевна. Я когда домой иду, здороваюсь всегда с ним. Привет, гусеница. Ты неплохая. Как на работе дела? Как дети? Когда уже там кокон будет какой-то? Бабочку собираешься превращаться? А то уже, которая будет. Обещаешь все. Ну, надо уже как-то развиваться в этой жизни. Ну, Наталья Аркадьевна. Ну, я бы всех гусениц определил в зоопарк специально, да. Гусеница портит репутацию человека, надо запомнить. Но если ты собираешься на ней жениться, и потом узнаешь, что она бегает направо и налево, это гусеница, тогда да, да, наверное, испортит тебе репутацию. Все будут думать, ну, кого же ты выбрал? Там люди совсем не... Вы в гусеницах, простите, совсем не разбираешься. У Елизавета вас на 7 лет старше? Нет. Меня не пугает возраст, потому что я считаю, что... Главное, чтобы был человек хороший. А уж там... А вам кажется, что Елизавета хороший человек? Я считаю, что да. Покажите сюрприз. А как ты можешь знать, хорошая она человек или нет? Она достаточно меркантильная особа. Я не сожалею ни секунды, что я посмотрел эту передачу. Это просто великолепно. Это прекрасно. Это замечательно. Чел в костюме какого-то дракона танцует с хомячком. Он напоминает мне рептилию из фильма «Затерянный мир». В принципе, лицо Ларисы отлично описывает мое внутреннее состояние. Ну а что, дал поиграть со своей рептилией маленькой? Почему нет? Какой красивый танец. Очень красивая костюма. Но я думаю, она его выберет. Будто, знаете, в пионерский лагерь попал. Мне там 12 лет, а то и прекрасно. Посмотрите, с каким удовольствием она прямо за его причиндал тягает. О-о-о, да, наступного его выберет. Полоскала ящерку его, а что нет-то? Ну что, будем знакомиться с питомцами? Ну все, отлично. У нас есть пара Роман и Елизавета. Жаба и Гадюка, как говорится, нашли друг друга. Очень рад я за Елизавету, рад за Романа. Надеюсь, будет отличная у них семья. Ассимилирует своих животных, себя. Надеюсь, только что ребенок у них получится более-менее адекватный. Ладно. 100 тысяч лайков, рассказываю историю, сниму еще один выпуск, давай поженимся. Сразу два ролика за 100 тысяч лайков. Акция, Новый год, Черная Пятница, понимаете? Подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, я, Приятный Эльдар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok